уважаемые слушатели нашего курса я хотел бы предложить вашему вниманию цикл лекций в виде электронных лекций организованных глобальным водным партнерством украина на тему переход к интегрированному управлению водными ресурсами в постсоветских странах в основном будет конечно об украине но эти уроки характерны для большинства постсоветских стран в связи с общим прошлым у этих стран в том что касается водного менеджмента этот курс организован специально таким образом что будет несколько лекций прочитано о которых я скажу чуть позже потом и в дальнейшем они будут помещены на веб-сайт как глобального водного партнерства так и может быть другие сайты в качестве тренировочных материалов по по этому предмету моя роль сделать некое вступление к курсу а остальные докладчики они будет несколько позже если лет назад сразу после конференции в йоханнесбурге когда идея интегрированного водного управления водными ресурсами было поставлен на поездку дня глобальное водное партнерство на всемирном водном форуме в киото 2003 году сделал специальную презентацию о том что это там был очень красивый слайд с которого я хочу начать нашу презентацию в чем разница между вот этой новые диалоги интегрированного управления и старыми традиционными водные планы вы едите на слайде что разница в том что теперь появилось такое загадочное красивое слово желтенькая звездочка котором написано цель вот появились цели и это разница между теми водными планами предыдущими и нынешними которые должны быть это не все это конечно очень короткое определение можно сказать более подробно что имеется в виду связи с этим я здесь прочитаю то определение которое нам представляется наиболее правильным интегрированного управления водными ресурсами а потом в этой и в остальных лекциях она будет проиллюстрирована первое что имеется в виду под интегрированным управлением интегрированы они просто комплексные как когда-то называли в советском союзе как же является просто сложным интегрирована это то которое сводит вместе некоторые части которые принадлежат вот к этой общей цели о которой будет И в связи с этим под менеджментом, под управлением понимается не просто какая-либо деятельность с водной инфраструктурой и так далее, а именно целенаправленная деятельность. Опять-таки слово «цель», как видите, здесь ключевое. И таким образом определение интегрированного управления водными ресурсами будет звучать так. Интегрированное управление водными ресурсами — это скоординированное действие по достижению набора общих целей развития и управления водными ресурсами. В связи с этим по-иному можно сформулировать, в чем главная проблема перехода постсоветских стран к этому новому интегрированному управлению. Оно не только касается водного управления, но просто тема наша — водное управление. И кроме того, на этой теме можно это лучше показать. Поэтому мы будем говорить, когда будем говорить об управлении, мы будем прежде всего иметь в виду водные ресурсы, хотя на самом деле это вообще шире, об экологическом управлении в более широком смысле этого слова. Приблизительно в то же время, сразу после Киевской конференции Министрового окружающей среды, Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала обзор относительно управления экологической деятельностью в странах постсоветских, в котором сформулировала, что главная проблема в переходе к интегрированному управлению — это в том, что Министерство окружающей среды и вообще экологические ведомства, как и водные, считают себя в основном, прежде всего, контролирующими органами, регулирующими органами, которые обеспечивают соблюдение тех или иных стандартов, тех или иных критериев, а не управляющими этими водными ресурсами для достижения целей, для повышения, для общего блага общества, для достижения общих целей. И это главная причина, проблема, вернее, преодоление которой требуется для того, чтобы внедрить интегрированное управление. Дискуссия на эту тему особенно интересна в преддверии следующего года, который ООН объявила годом водной кооперации, водного сотрудничества. Именно в связи с тем, вот эта самая проблема, которая стала, так сказать, цивилизационным разделом между, ну как Сэмюэл Хэнтингтон в свое время сказал, между, разлом цивилизации проходит по некоторым линиям, и если говорить про эту линию, которая проходит через Украину, кстати, у Хэнтингтона она тоже проходила через Украину, это был разлом между западным христианством и восточным христианством, в смысле, цивилизационном смысле. На мой взгляд, то, о чем мы сейчас говорим, имеет прямое к этому отношение. А именно, чем занимается общество? Оно занимается контролем или оно занимается совместной деятельностью для достижения общих целей? Как видите, это как раз о том, для чего год кооперации. Для того, чтобы показать, что, для того, чтобы решать проблемы водные, не только водные, но водные прежде всего, необходимая кооперация. Оставаться в позиции, когда одна часть общества контролирует другую часть общества относительно соблюдения тех или иных критериев, стандартов, ну вот это то, что, так сказать, как говорил Хэнтингтон, это восточная часть христианства, она недостаточна. Нужна кооперация, нужно сотрудничество между всеми слоями общества. И преодоление этого разлома и будет задачей, которую, я думаю, ООН будет обсуждать в следующем году на форумах относительно водной кооперации. Это имеет прямое отношение к нашей теме. В чем заключалась вот эта вот советская традиция контроля, которая говорила, что суть экологического, и в частности водного управления, есть только в контроле, регулировании соответствия тем или иным стандартам. Если говорить о качестве воды, то это, прежде всего, предельно допустимые концентрации, предельно допустимые сбросы. Если говорить о, допустим, противопаводках программах, то это такие всякие критерии типа там уровень или величина однопроцентного паводка или другие такого рода критерии, соответствие которым считалось хорошим. Причем считалось хорошим следующим образом. Все, что ниже этого уровня, это абсолютно хорошо, все, что выше этого уровня, это абсолютно плохо. забегая немножко вперед я еще хочу добавить к этому следующее вообще-то на самом деле ответ на вопрос что лучше контроль регулирование или таскать интегрированный менеджмент очень простой то что лучше работает вы должно победить если говорить о целях водного управления то допустим если это говорить о качестве среды то помогает ли советская система контроля за пдк улучшению водных ресурсов я не буду вдаваться в подробности наверно все помогут сказать что нет она не работает и можно потому много примеров повести помогает ли система старая контроля за наводнениями допустим или другими стихийными бедствиями в уменьшение ущерба от этих как показывает опыт последних ураганов начиная с катрины в сша и других и допустим 2008 года в карпатах о чем будет говорить докладчик один из докладчиков позже она не работает таким образом эффективность работает не работает должно быть главным критерием для того чтобы выбирать ту или иную способы управления теперь я думаю что для вступления этого достаточно я только хотел сказать что примеры которые мы будем предлагать и будут у нас три лекции две лекции будут посвящены тому как эти новые способы борьбы скажем так за качество повышение качества водных ресурсов осуществляется в украине это будут доклады о том как нужно вести биологический мониторинг и гидроморфологический мониторинг на наших реках профессор ободовский и доктор афанасьев будут читать эти лекции и они будут отдельно потом включены в этот цикл а что касается того каким и ну как этот подход дает какие преимущества в случае управления паводками или моделирование последствий от паводков или моделирование последствий от изменений климата будет сделано в докладе доктора железняка который также будет потом в качестве электронной лекции размещен на нашем сайте но перед тем как будут лекции особенно доктора афанасьева я хотел бы привести несколько примеров чтобы проиллюстрировать то что советский метод контроля пдк абсолютно не возможности даже просто оценить хорошо ли и что такое хорошо и что такое плохо на некоторых следующих слайдах будут показаны те картинки и те способы которыми используется или для иллюстрации состояние водных средств постсоветских странах как украине так это в некоторых соседях допустим белорусах для чего используется просто некоторые так сказать интегрированный индекс который вот я буду на слайдах показывать строго по-советски предлагалось считать индекс загрязнения воды с помощью так сказать интегрирована индекса где это просто является некой взвешенной суммой дробей где сверху реальная концентрация снизу некая предельно допустимая концентрация в зависимости от величины этой суммы разделялись воды на там чистые очень чистые не очень чистые плохие и так далее в соответствии с цветами которые вот вы видите на слайде в случае допустим вот на следующем слайде видно как в случае беларуси это потом повещалось на карту и видите как эти желтенькие зелененькие и только одна всего лишь не очень зелененькая точка которая говорила о том что хорошо что такое плохо как видно из этой картины вообще никаких проблем с водными ресурсами вообще не существует. На следующем слайде показано то, как до сих пор, последняя информация с сайта Минприроды Украины относительно состояния вод, качества вод на Днестре и на Днепре. Если бы я ничего не рассказывал про это, то я думаю, мало бы кто-то мог понять, но если посмотреть на маленькие цифрочки, которые вот здесь стоят, окажется, что идет борьба как в доброе советское время между хорошим и очень хорошим. Причем самое интересное, что эти все взвешенные характеристики даются в среднем по всему течению Днепра. Представляете себе классический пример средняя температура по больнице? Говорит она что-либо о том, в чем состоит проблема? К сожалению, до сих пор применяется такое. Я уверен, что ни один человек, посмотрев на этот слайд, не поймет, есть какие-то проблемы водные в Днестре или в Днепре. Я еще раз хочу сказать, эти картинки приведены для регистрации. До сих пор система описывает именно так состояние с водой. Примеры относительно паводков будут показаны в докладе доктора Железняка, я не буду на этом останавливаться сейчас. Ну а дальше в качестве перехода к докладам доктора Афанасьева и профессора Абодовского относительно того, как экологический статус определяется в соответствии с рамочной водной директивой, я не буду говорить. Единственное, что вот этот слайд хотел бы показать, чтобы вы посмотрели бы, что те же самые цвета красивенькие, голубенькие, желтенькие, зелененькие, они вроде те же самые, которые на слайде, где индекс загрязнения воды интегральный определяется, но смысл у них совершенно другой. Не буду забирать хлеб у докладчиков, я думаю, что после их доклада вы поймете, в чем эта разница. Последнее, что я хотел бы сказать относительно того, почему система советская плохо работает, помимо того, что я уже перед этим сказал, а именно система контроля отдельных параметров, это первое, что, во-первых, цели этой системы и реальными результатами абсолютно отсутствуют. Я уже говорил, что, к сожалению, она абсолютно не достигает целей. Ни в одном случае с помощью контроля за уровнями ПДК не удалось улучшить где-либо качество. А второе, и это самое главное для нашего анализа, это то, что все эти подходы основаны на так называемой концепции нулевого риска, которая была заложена в советские ПДК. Во-первых, считалось, что главная цель, единственная цель защиты окружающей среды является охрана здоровья человека. И второе, для этого должны использоваться вот эти самые ПДК, которые основаны концепцией нулевого риска. Что значит нулевый риск? Это значит, что ниже ПДК все 100% хорошо, выше ПДК 100% плохо. Помимо того, что это не соответствует действительности, самое главное, что этот подход означает, что поскольку никакой уровень риска априори не является приемлемым, никакие технические или экономические приоритеты не могут быть установлены. И таким образом никакие основанные на риске экономические подходы не могут быть применены. Что это означает? Это означает, что на основании этого подхода нельзя построить никакую план или программу, которая могла бы потом привести к привлечению инвестиций. потому что все организации, которые занимаются инвестициями, всегда считают риски, экономические риски. Если ваша система не позволяет применять риски, это означает, что что бы вы ни делали с вашей системой, вы никогда не сможете разработать план, который мог бы теоретически привлечь инвестиции. Таким образом, это тупиковая совершенно ситуация, которая не позволяет дальше никаким образом развивать планирование водных ресурсов. Это та последняя причина, которая, на мой взгляд, лежала в том, что в разных странах были предложены свои переходы к другому интегрированному управлению. В частности, в Европе это рамочная водная директива, которая была принята почти в том же году, что и Хандельбургский саммита в 2000 году, в которой был сделан переход от системы, основанной на контроле отдельных параметров, к системе, которая управляет рисками. Главный из которых рисков — это риск недостижения тех целей, которые поставлены в рамках этой системы. На этом я хотел бы остановить этот доклад, потому что это рассказание о том, как эта система работает, не уходит в наши задачи и предложить перейти к докладам господина доктора Железняка относительно того, что дает моделирование в этом случае и впоследствии к докладам доктора Афанасьева и доктора и профессора Абадовского относительно того, каким образом это можно использовать для анализа качества окружающей среды не только по химическим, но и по другим параметрам. Заканчивая это, я хотел бы еще раз напомнить для чего и почему моделирование используется в европейском менеджменте. Оно используется для того, чтобы можно было оценить, посчитать, предсказать последствия тех или иных методов, тех или иных действий, которые политики предлагают для достижения целей общества. Понятно, что это возможно только в том случае, если сама система управления предполагает постановку каких-то целей и разработку потом методов их достижения. Кроме того, это предполагает наличие в обществе некоторого другого механизма согласования, когда политики должны доказывать обществу путем, в частности, моделирования последствий, о том, что те методы, которые они предлагают, являются наилучшими для достижения тех целей, которые общество совместно с политиками выработало. Что касается водных целей, то это цели прежде всего достижения определенного желаемого качества окружающей среды, качества водных ресурсов и уменьшения последствий тех или иных экстремальных последствий, как паводки или засухи. Таким образом понятно, что то, что развивается в частности в подходах группы, возглавляемой доктором Железняком, является очень мощным средством для моделирования их последствий. К сожалению, использование этих методов в основном находится за пределами нашей страны, но мы надеемся, что после этих лекций и те, которые принимают решения в наших странах, тоже будут пользоваться этими методами чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова